Суздалев Дмитрий Алексеевич, год рождения, 13.04.1999 год рождения. Родился в городе Оренбурге, проживая в городе Оренбурге. Женат, есть сын, один год и три месяца, сейчас уже четвертый идет. Раньше работал так, где продавцом, где разнорабочим. В среднем, если продавец 25-27, разнорабочим получал 40. На тот момент у меня получается, как раз таки купил машину и сын родился в марте. И я такой, ну ладно, допустим, работе-то работать, а сыну надо будущее тоже как-то обеспечивать. Ну я увидел рекламу по телевизору, то что приглашают на добровольный контракт, подписать батальон. 17 августа я подписал контракт, там две с половиной недели, да, две с половиной недели нас как обучали там. Подожди, подожди, а как так вышло, что ты сначала ребенка родил, а потом думал, как же его обеспечить? Ну там как-то по молодости так, ну так как-то. В инкомате нам обещали зарплату 230-240, вот, то есть все вот эти привилеги, которые обещали, я такой, ну ладно. А как тебе то, что ты хотел льготы ценой жизни украинцев на украинской территории? Вот об этом я не думал, потому что мы как бы всегда стояли во второй линии обороны, то есть не приходилось вообще... Ты все равно на территории Украины был? Ну да, я понимаю. На территории суверенного независимого государства. Но об этом я почему-то не задумывался. Почему? Я не знаю. 28-го числа утром, в районе 8-9 часов, ну утром, по-моему, или 7 даже, по нам начал стрелять танк. Я залез в норку, потому что я увидел, как танк фигачит по нашим, это было страшно. Потом танк прекратил стрелять. Я слышу то, что над моей головой приезжает, получается, БМП с крупнокалибрным пулеметом. Но не как у нас 7,62, а поболее. То есть это не ваше было БМП? Нет, это не наше было БМП. Вот. Я смотрю, пацаны, которые пытались перебежать с одной позиции на другую позицию, их просто решетило. Решетило, да. У кого руки отрывались, у кого ноги, ну то есть крупнокалибрный пулемет. У него была радейка у мужика. Я ему рассказываю то, что вы служники, все, здесь как бы БМП, танк. Он не поверил, он вылез, посмотрел, да, все, нам... Смот можно? То, что нам... Я говорю, да. Он парадейки начинает вызывать авиацию, ну не авиацию, а арту на себя, на нас, то есть, чтобы... Лучше от своих, чем так он, короче, говорил. И я сидел, мы с пацаном сидим, молчим. Жить охота, а страшный... И пипец. Я еще вот это вот начал нагнетать, то, что арту и на себя. И думаю, ну, пи***. В итоге у нас, как всегда, ничего не было. Хотя до этого у нас и наша минометка по нам иногда прилетала тоже. А тут ее вообще нету, как всегда. Ее, когда она нужна, ее вот нету. Когда не надо, она офигачит и по нам даже. Я в Азию. Там, ложись на землю, там, ложись на землю, снимаю бронежилет там. Я лежа снял каску, бронежилет. Потом тот же, кто кидал гранату, получается, он же потом первую помощь мне оказал сразу. То есть, турникет завязал, дал воды попить. У нас очень жестко... То есть, что за... Ну, если иметь меня, допустим, то у меня и зарплаты, и со всеми льготами, и со всеми бумажками. Вот это вот. Все полное... Я как-то, да, 4 месяца не получал зарплату. Только потом, в конце декабря пришел. Ладно, перевращусь, слава богу. Ну, что сейчас я не получаю зарплату, вообще ни копейки. Спросил по поводу вот этой бумажки, чтобы льготы. Ничего. Сказали, пока нет. А это пока нет, я уже 5,5 месяцев слушаю. Если, в общем, посчитать, сколько я здесь. Я говорю, заберите все свои деньги, которые вы мне выплачивали. Идите, б***ь, своими льготами. И там потом просто увольте меня уже спокойно. И все. Потому что контракт у меня закончился уже давно, в феврале. То есть мы писали аппарта на увольнение, заказные письма. И все. То есть никого не увольняют. Вот так вот. Ты жалеешь? Очень. О чем? Вот выходя с того, что ты пережил видео, делал. О чем ты жалеешь? У меня два ощущения даже. Первое, это сожаление о том, что вообще сюда приехал. Хотя, некоторые едут из-за денег. Как ты? Ну, грубо говоря, из-за своих личностных проблем, получается, едут. Вот так вот. Я бы уже личностные проблемы уже дома решил как-то его. Даже не с деньгами, там, как-то по-другому тоже через знакомых все это. И второе, это очень сильное огорчение. Очень сильное огорчение в нашем командовании. Ну, во-первых, то, что она дважды обманула. И второе, это когда 28-го числа, вот, 28-го июня, когда на нас нападали, получается. Танковый обстрел был. Наш командир батальона просто взял технично, убежал. Оставив своих, оставив свое подразделение, так сказать, на убой, или я не знаю даже, как сказать просто. И все. Те, кто смог выжить, они, получается, точнее, те, кто смог убежать, они убежали. Но очень мало людей там убежало. То есть русские своих кинули? Да? Ладно, как бы, ну, я больше склоняюсь не к тому, что, допустим, ну, мои пацаны с подразделениями там убежали. Там, я больше склоняюсь к тому, то, что командир батальона, который отвечает за свое подразделение, все вот это, он просто взял технично, без команды, без ничего, просто взял и убежал. Как его фамилия? Не знаю. Позывной. Позывной авангард. На простых солдат вообще. И своих расстреливать в пределах нормы, и под автоматом заставлять идти на передовую в пределах нормы. А что, расстреливали своих? Ну, командир бригады «Север» своих расстреливал. Расскажи, как это было? Ну, я сам лично не видел, как расстреливаю, но меня он мутызгал, точнее. Но меня он избивал, то есть нас. У нас отделение было, он наше целое отделение все избивал. Как он сказал, мне проще вас расстрелять, чем с вами тут разбираться. Вот это я никогда не забуду. Ну, там в итоге, получается, доказали 8 трупов на него наших, то, что он наших расстрелял. И там еще много не доказано еще просто. Наш начальник штаба Медный. Тоже *** еще кто-то. Вот эти два офицера, ***, авангард, ***, позорный. И Медный, ***, своих же пацанов тоже под автоматом заставлял, то есть под автоматом заставлял идти на передовую. Под тем предлогом, ну, как он говорил, под тем предлогом, то что либо я тебя сейчас обнуляю здесь, получается, либо ты идешь на передовую. Вот так вот. У меня пацан, который, ну, блин, даже я жил с ним, он что-то хотел, ну, тоже ***, короче, боялся. Ну, все, у него крышняк поехал, все. То есть у нас у многих бывает такое, что крышняки ездят. То, ну, все, он пошел в посадку назад. А в посадке назад там стояли за грядом тряда. Сказали, либо тебя сейчас прямо здесь обнуляем, либо ты возвращаешься обратно на позицию. Ну, он вернулся, рассказал вот это все. Полично проверять я не стал, ну, его нафиг. Про это я много думал, поэтому плохого, если быть точнее. Как против своих в 21 веке ставить загорянные отряды? Вот так. И как? Как это? Ну, это уже за пределы всех норм выходит. Ну, это ***. Я даже не знаю, как это объяснить. То есть вроде и не страшно, вот как стыдно даже. Даже стыдно. Хотя по телевизору там все так красиво прям. А по факту? Ну, по факту ужас, страх и огорчение. Это все, что я здесь прочувствовал. Это вот за эти полтора месяца. Когда увидел, ну, вблизи весь, все вот это. И морально, и физически. У нас как, как говорят, зомбоящик. Вот так вот смотришь, и тебя начинает втихать, 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 втихать. То есть в голове это потом как гипноз и работает вот типа такой же системы. У нас есть телевизоры. У нас поэтому уже как года три большинство телевизоров не смотрят вообще. То есть, ну, вот я, допустим, сына включаю мультик, телеканал, где одни мультики показывают. Сижу дома, пью кофе, мультики включаю. Ну, сыну мультики, но все равно. Ну, блин, на телеканале, где показывают мультики для детей, появляется реклама. Приглашаем на военную службу по контракту. Вот это вот что? Вот это вот мультики. Это даже больше, чем стыд и позор просто. И россиянинам, и тем, кто собирается сюда, так сказать, новоиспеченные контрактники. Ну, первое. То есть, дорогие родственники. То есть, то, что показывают по телевизору, здесь совсем не то. Здесь есть намного хуже, то, что я рассказываю. А есть намного, так сказать, получше. В том плане, то, что вот я в плену, и то, что говорят про плен здесь, здесь совсем не то. Здесь три раза в день горячим накормят. То есть, я уже даже это, щечки появились опять. То есть, перевязывают, осматривают. То есть, хорошо к тебе относятся. И хочу еще обратиться к тем, кто хочет или только подписывает контракт. Если из-за личностных проблем, а я знаю то, что патриота в нашей стране вообще нету. Не стоит сюда ехать. Потому что, во-первых, это можно все заработать и дома, живя с семьей, каждый вечер с семьей быть. И это есть вариант того, что, не дай бог, если кого-то за 200, как у нас парней за 200, их просто не выносят даже. Они лежат в посадках и лежат. Вот это самое страшное. То есть, личностные проблемы, их можно решить и дома. Здесь пусть уже решает, как наша российская политика. Потому что это не война. Это политическая война России. То есть, что-то политика пытается сделать. И по-любому из вас кто-то об этом знает. А то, что, о, повоевать, да повоевать, повоевать, ага. Тут проще за 200 от своих. Даже элементарно. Поэтому не стоит сюда ехать. Вообще. Даже если не ради себя, хотя бы ради семьи. Ради родственников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова